Всем привет, друзья! Вы на канале GadgetPage, и сегодня у меня на обзоре бюджетная миниатюрная ТВ-приставка под названием T95 Super, которая, ко всему прочему, в конце 2019-го была ещё и первой продаваемой приставкой, работающей на последней версии 10-го андроида. Перед обзором хочу пригласить вас подписаться на нашу группу ВКонтакте, где мы публикуем посты с фотографиями новых гаджетов из первых рук, а также даем обратную связь по вашим вопросам. Название странички вы сейчас можете видеть на своём экране, и также ссылку на группу вы найдёте в описании. Приставка поставляется в небольшой коробке с названием модели на её лицевой стороне и парой значков с особенностями. Какой-то более конкретной информации о характеристиках устройства здесь нет. В коробке сверху лежит сама приставка, и под ней довольно стандартный комплект поставки. В него входит адаптер питания, HDMI-кабель и пульт управления. Здесь это простенькая модель с цифровым блоком и программируемыми кнопками для управления телевизором. Корпус приставки сверху и снизу выполнен из грубоватого пластика, а на гранях здесь глянцевая панель. Устройство совсем небольшое, почти помещается на ладони. Сверху на приставке надпись названия модели, а снизу отверстие для охлаждения и четыре противоскользящие ножки по углам. Спереди под глянцевой панелью спрятан инфракрасный приёмник и также диодный индикатор. Слева на грани никаких элементов. Сзади находится AV-выход, HDMI-разъём, также LAN-вход, USB-вход и разъём под провод питания. На правой грани расположен ещё один USB-разъём и слот под карточку памяти. На приставке, как и обещано, установлен 10-й Android. Всё выглядит очень симпатично и довольно шустро работает. Есть возможность поставить русский язык и клавиатуру и залогиниться в своём Google-аккаунте через стандартную процедуру. Все необходимые настройки на месте и персонализировать устройство вы без труда сможете за несколько минут. Из коробки также установлено немного нужных приложений, вроде файлового менеджера, медиаплеера, браузера, а также тут ещё Netflix, YouTube и Play Market Septoid TV, где можно накачать себе нужного софта или игр, которые оптимизированы под TV-бокс. У приставки заявлена поддержка 4K-видео, и она и вправду может выдать картинку в таком разрешении, через HDMI-выход, но только при частоте 30 Гц. Ну то есть оптимально для этой приставки это Full HD-контент. Он тут и работает максимально оптимизированно, и не будет проблем с тормозами. Устройство всё-таки относится к самой низшей ценовой категории, и ожидать тут сверхпроизводительного железа не стоило. Приставка работает на базе четырёхъядерного чипа AllWinner H3, который содержит 4 ядра Cortex-A7 на 32 бита. За графику тут отвечает двухъядерный процессор Mali-400 MP2 с частотой 600 МГц. Список заявленных возможностей и поддерживаемый кодеки вы сейчас можете видеть на своём экране. Также у TV-бокса 2 ГБ DDR3 оперативки и 16 ГБ встроенной памяти. Хранилище также без труда можно расширить с помощью слота под карточку памяти с боковой стороны. Для таких целей, кстати, хочу вам порекомендовать флэш-карты от Kingston серии Canvas Go. У этой карточки крайне высокая скорость записи и чтения, а также улучшенная работа с видеопотоками, которая исключает задержки при воспроизведении видео с неё или также записи на неё. Если вы будете использовать её в камере или дроне, на карточку без проблем можно записывать Full HD и 4K-видео с частотой 60 кадров в секунду. И в целом такая карточка отлично подойдёт не только для камер или ТВ-приставок, но и для флагманских смартфонов, аудиоплееров, видеорегистраторов и современных игровых консолей. Ссылки, где вы можете ознакомиться с дополнительной информацией о продукте, а также заказать карточку, вы найдёте под обзором. А мы вернёмся к приставке. Не взирая на отсутствие антенны устройства, конечно же тут есть Wi-Fi для беспроводных подключений как к интернету, так и трансляции через Miracast. В целом, эта приставка – это бюджетный базовый набор для беспроблемного просмотра Full HD-контента онлайн или с ваших носителей. Сильными мощностями устройство удивить не сможет, и как итог это просто хорошо оптимизированный TV-бокс на 10-м андроиде за очень низкую цену. Со своими задачами приставка справляется хорошо, но скорее всего такая подойдёт как модель для ознакомления с миром TV-боксов, или для того, чтобы подключить её к простенькому телевизору и смотреть контент онлайн. Если же вам всё-таки нужен более мощный и функциональный мультимедиа-центр в дом, а также вы планируете играть на приставке в современные игры, то, конечно, лучше смотреть в сторону моделей подороже, а эта приставка всё-таки является бюджетным TV-боксом начального уровня. Свои вопросы и мнения по поводу приставки из обзора можете оставлять в комментариях. Ссылки, где можно ознакомиться с ценой на устройство или заказать его, вы найдёте под обзором. А на нашем сайте gadgetpage.ru вас всегда ждут самые свежие и сочные новости из мира технологий, а также подробные обзоры, разборы и распаковки новых устройств с фотографиями процесса. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимать колокольчик и ставить лайк, если обзор вам нравится. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова